Вторник, седьмой седмицы по Пасхе, 53-е зачало, Евангелие от Иоанна Богослова. Игонят вас из синагога. Игонят вас из синагога. Игонят вас из синагога. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Зачитанное зачало Евангелие от Иоанна Богослова — это речь Господа, где Он предупреждает своих учеников о грядущих гонениях. Игонят вас из синагог. В данном случае синагога имеется в виду не просто место религиозного собрания иудеев того времени, вообще из любого собрания. Смысл этой фразы Господа нужно понимать в широком самом значении. Из любого собрания будут изгонять учеников Христовых. Да, для территории Израиля это речь идет о синагоге. Но, конечно же, что в других местах, где собирались ученики Христовые, проповедовали, будь то собрание некоторых язычников, или будь то ариопах, или еще что-то, учеников Христовых будут гнать. То есть люди, собравшиеся зачастую даже якобы для того, чтобы поговорить или помолиться, или потолковать Писание, тем не менее не воспринимали и зачастую даже до сего дня не воспринимают проповеди о Христе, не хотят слышать о Христе. Еще раз повторюсь, речь не идет вообще только о синагоге, а о любых других собраниях, откуда изгоняет учеников Христовых, и которая условно может быть названа синагогой. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Удивительные и страшные слова. Совершенно все наоборот, сверх на голову. С одного важного утверждения о том, что те, кто служит Богу, должны всячески помогать, поспешить служителям Господа, ученикам Христовым. А в конечном итоге будет совершенно обратная перспектива, совершенно обратный порядок действий. Люди, которые будут говорить о своем служении Богу, будут считать, что преследовать и уничтожать учеников Христовых, это форма служения Богу, это часть служения Богу. Наверное, трудно представить себе более катастрофический порядок действий и даже более ужасное сознание людей, которые якобы ради служения Богу убивают и преследуют учеников Христовых. И опять же, речь идет не только об этом историческом каком-то моменте первые два, три, пять лет после вознесения Господа Иисуса Христа или первое, второе, третье столетие. Нет, речь идет вообще о том, что очень часто люди, по-настоящему служащие Христу, по-настоящему являющиеся его учениками, будут гонимы такими же типа верующими людьми, которые будут считать, что преследуя вот таких людей, они оказывают служение Богу. И даже в наше время свидетельствуют и показывают, как часто под религиозными какими-то лозунгами, под рассуждением о богослужении, о служении Богу, преследуются и убиваются и всячески уничижаются верующие во Христа. И сам Господь говорит это не только апостолам, а вообще всем поколениям христиан, предупреждая их о таком отношении. «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь». Тема посланничества и тема возвращения к Отцу, уже не раз поднимавшаяся и толковавшаяся при чтении Евангелия Теяна Богослова, важная тема вообще именно этого Евангелия — отец посылает сына, сын посылает своих учеников. Но перед тем, как послать своих учеников и завершить свое служение земное, Господь Иисус Христос возвращается к Отцу, возвращается в том событии, о котором, опять же, говорилось и не раз уже в эти дни, событие вознесения Господа Иисуса Христа. Да, но вот еще один важный стих, даже собрание стихов. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Очевидно, что ученики Христовы скорбят, переживают, что их Учитель Божественный будет уже не с ними. Но сам Господь говорит, что им лучше, дабы он ушел. Почему? Потому что вот этим своим уходом к Отцу Христос показывает завершенность дела искупления рода человеческого, которое он соделал по воле Отца. Если бы Христос не пошел, не ушел, не вознесся, то это бы означало, что само это действие спасения человека, искупления рода человеческого является как бы незавершенным. Но вознесение, как возвращение к Отцу, обозначает, что Христос заканчивает, завершает дело спасения. И после этого приходит Дух Святой. То есть речь о Духе Святом, когда Господь говорит, «Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И в данном случае речь идет о сошествии Святого Духа, не относящейся к внутритроечным отношениям. Речь не о предвечном исхождении Святого Духа от Отца. В данном случае речь о сошествии Святого Духа на учеников Христовых. На то, как Дух Святой сходит на учеников в день Пятидесятницы и дарует с этого момента не только апостолам, но и последующим поколениям христиан свои дары. Так вот, Дух Святой своим спасительным сошествием на людей, дарованием своих даров, может сойти только при условии, что уже совершено и завершено действие, которое предпринял Господь Иисус Христос для спасения рода человеческого. Потому что Дух Святой со своими дарами, в своих дарах, наверное, правильно сказать, не может сойти на то, что под властью было бы греха, под властью дьявола, под властью всего того, что поборол Христос. И только когда уже Господь Иисус Христос искупил род человеческий, и есть те, кто принимает и становится участниками этого процесса, процесса спасения рода человеческого, кто возрождается во Христе, на того сходит Дух Святой, как уже на принявшего Христа как своего спасителя. И поэтому Господь прямо говорит своим ученикам, что если я не пойду к Отцу, то не придет вот утешитель. А утешитель должен прийти, потому что последующая жизнь христиан, последующая жизнь учеников Христовых зависит именно от действия этого самого утешителя, то есть Духа Святого. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня. То есть Господь прямо говорит, что когда Он придет, Он в данном случае Дух Святой, то Он обличит мир о грехе. И Сам объясняет, что значит о грехе. О грехе, что не верует в Меня. Далее. И о правде. И Сам же Господь объясняет. О правде, что я к Отцу Моему иду, и уже не увидите Меня. И третье, наконец, о суде. И Сам же Господь объясняет, что князь мира сего осужден. Как Дух Святой обличит вот в этих трех пунктах? Прежде всего, сделает явным, сделает очевидным. Когда мы говорим о каком-то обличении, то речь идет о том, чтобы какой-нибудь вещь, какой-нибудь статус, положение, состояние сделать явным и очевидным. Именно действие Святого Духа в Церкви, в учениках Христовых, покажет и проявит все это. Покажет, что Господь идет к Отцу. Это о правде. То есть, это действительно так. Христос действительно спаситель мира. И вот это выражение о правде, что я иду к Отцу Моему, как раз указывает на то, что Христос истинный спаситель. Вот что имеется в виду. То есть, Дух Святой, действие Святого Духа в Церкви будет сохранять и напоминать, и обнаруживать, что Иисус Христос и есть спаситель мира, который от Отца пришел и к Отцу возвращается. Потому что Отец так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного для спасения этого мира. То, что мы читали в самом начале Евангелия Теяна Богослова. О грехе говорит Господь, что Дух Святой обличит. Конечно же, действие Духа Святого обличает, в принципе, грех. Делает его явным. Как бы делает его, что ли, очевидным и выпуклым. Потому что, когда есть действие благодати, это как действие света, которое показывает и обнаруживает все недостатки. Вот так и действие святого Духа будет обнаруживать все недостатки от преступлений против Христа и до недостатка каждого отдельного человека. И, наконец, о суде, что князь мира сего осужден. Что бы означают эти слова? Князь мира сего осужден. Когда и кем осужден? Осужден Господом Иисусом Христом в смысле побежден. Потому что суд, несправедливый суд над Христом и распятие, как последствия этого несправедливого приговора, на самом деле есть и осуждение дьявола. Дьявол рассчитывает, что несправедливый суд над Христом это поражение Христа. Но на самом деле этот несправедливый суд и казнь Господа Иисуса Христа на Голгофе становятся победой Христа и поражением дьявола. Поэтому Господь и говорит о том, что князь мира всего осужден. И это будет одно из тех свидетельств, которые несет христианская проповедь по наущению, по внушению Духа Святого. Дьявол осужден, дьявол поражен. Это последствия, следствия того, что совершил Господь Иисус Христос, победитель смерти, греха и дьявола. И, наконец, заключительные слова этого зачала. Когда же Он придет, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Дух истины. Святой Дух – это Дух истины. Потому что Его дары – то просвещение, которое Он оказывает, Его действие, которое мы именуем всем известным словом «благодать». В конечном итоге приводит к тому, что грех, тьма, неправда исчезают, а истина, правда, то, что соответствует действительности, торжествует. Действие Святого Духа обнаруживает грех, обнаруживает несправедливость, обнаруживает неправду. И этим своим обнаружением в конечном итоге не просто говорит вот это грех, а это тьма, это неправда, но и утверждает, и показывает противоположность. То, что является светом, правдой и истинным. И это действие Святого Духа – это не просто действие. Это действие, которое берется от Троицы. То есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Они действуют в отношении спасения рода человеческого, в отношении спасения тех, кто принял Христа. И хотя нас, верующих во Христа, Церковь Христову, действие Бога Троицы достигает, сходит на нас в действии Святого Духа, в ипостасти Святого Духа, однако это то действие, которое является действием всей Троицы. И поэтому Господь так и говорит. Не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И в данном смысле, что услышит, обозначает как раз то, чем обладает Отец, Сын и Святой Дух. То есть Дух Святой в своем действии наставляет, говорит в широком значении этого слова не что-то от себя, а то, что принадлежит Ему, Духу Святому, принадлежит Сыну и принадлежит Отцу. Потому что Троица единосущная и нераздельная. И все, что имеет Отец, имеет Сын, имеет Дух Святой. И все, что открывает Отец, открывается по воле Отца через Сына и достигает нас в Духе Святом.